Вопреки санкциям не допустить неоправданного завышения стоимости отечественных продуктов. Такое поручение дано правительством России и всем руководителям регионов. Минэкономразвитие, Чувашстат, Минсельхоз и другие службы постоянно ведут мониторинг рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия. Результаты обсудили на еженедельном совещании у главы Чуваши. Сокращение ассортимента и количество товаров практически незаметно. Цифры варьируются в пределах 5%. Например, в федеральных торговых сетях стало меньше сливочного масла. Однако в остальных магазинах оно присутствует в достаточном объеме. Цены также не вызывают тревоги у Министерства экономического развития. Остановлюсь на динамике цены на отдельную группу продовольственных товаров. Это по прошедшей неделе бакалейная первая группа. Вы видите, что в принципе у нас незначительно увеличились цены на макаронные изделия, на 1% снизились. Вместе с тем потребились цены на сахар. А на остальные бакалейные изделия цены остались стабильными, не повышались. По данным мониторинга, значит, в федеральных сетях и на рынках цены оставались стабильными. А также в нестационарных сетях, в нестационарных магазинах наблюдалось повышение минимальной цены на макаронные изделия из муки и пшенчатого цвета на 1%. На мясные продукты, колбаса вареная, колбаса полукопченая, вареная копченая. За прошедшую неделю и с начала августа потребительские цены остались неизменными практически. И по данным мониторинга, в федеральных сетях нестационарных торговых объектов, а также на рынках, вот еще раз отмечу, что они не изменились. Темпы роста цен у нас одни из самых низких в России. Чувашия среди 85 регионов занимает по этому показателю 80-е место. Это тот самый случай, когда чем ниже, тем лучше. Ощутимо изменились цены на сельскохозяйственную продукцию в сторону уменьшения, как и положено в сезон. Чтобы максимально обеспечить жителей Чувашии фруктами и овощами, к 12 имеющимся стационарным рынкам добавлены временные ярмарки. Только в столице Чувашии предусмотрено 38 точек продажи сельхозпродуктов. Михаил Игнатьев поручил муниципалитетам организовать бесплатную доставку продуктов с рынка тем, кто не в состоянии сам справиться с заготовкой. Глава Чувашии также напомнил, главное поддерживать производителей и потребителей. Создавать выгодные условия посредникам в задачи властей не входит. Руководителям министерств необходимо проконтролировать, чтобы в подведомственных учреждениях образования, здравоохранения, спорта и социального обслуживания были созданы необходимые запасы сельхозпродукции на зиму. Елена Гальперина, Сергей Рябчиков, Республика.